От якутского горлового пения до тибетских мантр на берегу Катуни прошел шестой фестиваль «Вот этно». Несколько дней со сцены звучало многоголосье. Народные умельцы знакомили всех желающих с азами мастерства, а колорит событию придавали мотыльки, которых в августе на Алтае миллионы. Это особый формат музыкального фестиваля. Здесь на одной площадке профессионалы и любители, звезды фолк-музыки и малоизвестные исполнители. Алексей Чичиков – человек, который переработал алтайское горловое пение в роковые композиции. На эту сцену он впервые попал пять лет назад. Говорит, считает местную природу настоящим соавтором его песен. Я пытаюсь петь так, чтобы проживать вместе, закрывая глаза и оказываюсь где-то в красивейших местах Алтая. За три дня на сцену выходят десятки группы солистов. Эхом от алтайских гор отражаются самые разные этнические мелодии. А вокруг зрителей и исполнителей огромное количество мотыльков. В августе их здесь миллионы. Впервые фестиваль прошел шесть лет назад. Тогда это был небольшой концерт для друзей. Его организатор Юрий Романов считает, теперь это события которого ждут. Я очень рад, что сегодня был Алексей Чичиков, который с первого фестиваля был неопытным гитаристом и стал, в сегодняшний момент является звездой и мастером. И я так вижу в отношении многих людей. Фестиваль – это не только музыка. За три дня проходит больше ста мастер-классов в режиме нон-стоп, открытых уроков, лекций, презентаций по разным направлениям. Это йога, женские практики, волновая гимнастика, поющие тибетские чаши, различные виды массажа, танцев и многое-многое другое. Народные умельцы тоже приехали на берега Катуни. «Игрушки вырублены топором. Тут еще представлены не все игрушки, процентов 30 от имеющегося арсенала, такие они бывают. Я еще сам не все игрушки умею рубить из тех, которые видел, которые рубят мастера». На этом музыкальном празднике не вручают дипломов и подарков. Здесь нет жюри и приза зрительских симпатий. Есть только творчество и природа. В следующий раз они соберутся уже через год, а пока уезжают в дождь. Это хорошая примета. Иван Кудинов, Новости ОТС.